Скандославия. Союз славян и скандинавов. Неутихающие битвы норманистов и антинорманистов сотрясали историческое общество последние 200 лет. И если в мировой науке вопрос о роли скандинавов на Руси давно закрыт и положен на полку за обилием доказательной базы, то в России это крайне острый политический вопрос. Поэтому у него есть своя, правильная точка зрения, щедро поддерживаемая государством. Еще Екатерина ставила Ломоносову задачу не найти доказательства древности племени славянского для истины, а больше для славы. Так как негоже великой империи и народу возникнуть из ниоткуда, да еще и под чутким руководством постоянных соперников. От того осыпанный регалиями, Миллер был яростно критикуем и даже бит, известным в точных науках, но профану в гуманитарных, Ломоносовым, который занимал позицию забулдыги и крикуна в полемике с ним. Постоянные заигрывания России с Востоком, конфронтации с Западом требовали от историков обосновать коренное, исконное отличие Руси от Европы и связать ее с тюркским, либо же византийским миром. Поэтому, как только отношения с Западом ухудшаются, появляются теории о гунных славянах, симбиозе Руси и Орды, в вековом противостоянии с Западом, никому неизвестная мелкая битва и сомнительный правитель Невский становится едва ли не главным героем. Писателя-фантаста Льва Гумилева выводят в свет и одаривают вниманием. Из-за неуемной теркофилии и фантазии на эту тему, историк и археолог Рыбаков десятилетиями командует всей исторической наукой страны и объявляет славянами все, что удается раскопать, невзирая на явные несоответствия и прямые противоречия логике, пока его не отстранили отдел в 90-е. Их труды множатся, переиздаются, входят в учебники и обретают фанатиков и яростных последователей. При этом, уже в конце 80-х, а европейской науки еще раньше, среди археологов мало кто сомневался в массовом присутствии скандинавов на Руси в VII-X веках. Ладога, Гнездово. Округи Смоленске и Киева явно показывали не просто наличие там скандинавов, а буквально чуть ли не доминирование их там численно на фоне балдского и славянского населения. Это были и рядовые воины, и вожди, целые кланы со своими вооружием, украшениями и элементами быта. Скандинавские имена в 100% случаев упоминаются в договоре Олега с греками. Скандинавскими же были названия порогов на Днепре. Сами имена первых русских князей чуть ли не до времен монголов оставались скандинавскими в произношении, то есть Игорь на самом деле звался Ингваром, Глеб, Рогволд, Гюрбулд Юрием. Арабы и греки разделяют русов и славян, хотя те и живут в одной стране, но их не смешивают. Слово «рус» выводится только из финского «руотси», «гребец» и ниоткуда достоверно больше. Скледы скандинавских антропологических типов со следами тяжелой монотонной работы на предплечьях типичны для курганов Гнездова, что говорит о большом захоронении воинов и гребцов. Огромный пласт германизмов в терминологии «войны и управления» — «князь», «люд», «витязь», «шлем», «меч», «скот», «полк», «хлеб», «грит», «кнут», «тиун», «якорь» — их просто сотни. Земли Руси еще до Гордорики называли Скандинавией Великой или Холодной Швецией, намекая на крайне близкие отношения государств. Суммируя, никакого туранского следа на Руси тех времен нет и близко, как нет и особой близости с Византией, куда славяне ходили в походы вместе с русами, однако скорее на глубоко вторых ролях. С руки академика Лихачева появился термин «скандославия» для обозначения культурного и этнического симбиоза славян и скандинавов тех времен. Как противовес идее о Сибмиозе Руси и Орды позднее. Конечно, симбиоз не был исключительно положительным и мирным. Викинги зарабатывали работорговлей. Земли Балтов и славян стали идеальным местом охоты. На торгах в Константинополе за двух рабов можно было купить шелк, а уже в Бирке или Ладоге шелк продать за огромные деньги. За год или два успешный викинг мог заработать больше, чем рядовой земледелец Бонд за всю свою унылую жизнь. Скандинавы строили города и жили обособленно от славян, считая их ниже себя. Но то же самое они делали и в Англии, а нормандцы потом ввели вообще режим апротеида для англосаксов, запретив язык, песни и память о предках. Наиболее успешные банды викингов быстро переходили от работорговли к обложению населения Данию, строили города, где находились их ставки, становясь уже конунгами и ежегодно собирая урожай с вассалов. Таким образом, аскольд и дир появились в Киеве, а затем еще один ярл Олег бросил им вызов и победил. Однако идет и интенсивное смешивание славян и скандинавов, и уже в третьем поколении князь Святослав выглядит как славянин. Его голова обрита, что для викинга один из позорнейших видов наказания. Уносит усы, а не бороду, что также указывает на явный переход к моде окружающих народов. Ярослав Мудрый, по данным антропологов, имел как скандинавские, так и типично славянские черты. Таким образом, ассимиляция быстро прогрессировала. Скандославия оказалась успешным и быстро развивающимся регионом. Обложение данью греков, вытеснение Булгарно-Балканы, противостояние полуцовым печенегам за две сотни лет, Русь покрывается городами и быстро богатеет. При этом скандинавы ассимилируются и составляют большую часть элиты, однако численно они в разы уступают славянам, а также аборигенам Восточной Европы, которые также входят в состав нового государства Русь. Действует управление и организация войска по скандинавскому образцу, что до прихода монголов окажется весьма эффективным прогрессивным. Собственно, монголы и положили конец этому симбиозу. Разгром Киевской Руси привел ее к отторжению от Европы, огромным потерям населения и вынужденной связи с кочевым миром евразийских степей.